посвященный СИПАП-терапии в лечении пациентов с синдромом обструктивного апноэ сна и артериальной гипертензии, будет представлен старшим орбинатором пульмонологического отделения филиалом номер 8 господи имени Бурденко мостовым Леонидом Владимировичем. Леонид Владимирович, вам слово. Я прошу прощения, если какие-то вопросы будут, просьба задавать вопросы в чате или в конце нашего симпозиума мы все эти вопросы обсудим. Леонид Владимирович, вам слово. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Позвольте вашему вниманию представить доклад на тему применения СИПАП-терапии в лечении синдрома обструктивного апноэ сна у пациентов с артериальной гипертензией и поделиться результатами нашего исследования, в котором мы выделили предикторы или, скажем так, признаки долгосрочного применения СИПАП-терапии у пациентов с данной патологией. Очень коротко напомним, что синдром обструктивного апноэ сна – это состояние, которое характеризуется наличием храпа, периодическим спадением верхних дыхательных путей на уровне ротоглотки, прекращением легочной вентиляции, снижением уровня кислорода крови, что приводит к грубой фрагментации сна и избыточной дневной сонливости. Сочетание синдрома обструктивного апноэ сна с различными кардиологическими заболеваниями уже давно является предметом приставленного изучения и, в частности, артериальная гипертензия также достаточно часто выявляется у пациентов с синдромом обструктивного апноэ сна. Причем у пациентов с резистентной артериальной гипертензией выявляемость апноэ сна достигает 80%, что, несомненно, является предметом более детального изучения данной патологии в контексте синдрома обструктивного апноэ сна. Так вот, одним из основных методов лечения апноэ сна в настоящий момент является СИПАП-терапия, которая при наличии артериальной гипертензии показана пациентам практически с любой степенью апноэ сна, как, в общем-то, предписывают нам зарубежные рекомендации Американской ассоциации медицины сна. Значит, одно из крупнейших исследований, посвященных влиянию СИПАП-терапии на течение артериальной гипертензии у пациентов с синдромом обструктивного апноэ сна, это исследование ХИПАРКО, которое было посвящено как раз долгосрочному применению СИПАП-терапии у пациентов с артериальной гипертензией и выявлению влияния данного метода лечения на течение артериальной гипертензии. И оно показало, что именно долгосрочное применение СИПАП-терапии является наиболее важным критерием, скажем так, адекватного контроля артериального давления. И те пациенты, которые применяли СИПАП-терапию длительно, и, в общем-то, длительное количество часов в течение ночи, 5 часов и более, показали наибольшую эффективность в контроле артериального давления и снижении цифр артериального давления диастолического на 1 мм рт. ст. при использовании СИПАП-терапии на каждый час дополнительно и, соответственно, снижение систолического артериального давления на 2 мм рт. ст. при увеличении использования СИПАП-терапии на каждый час в ночное время. Но все-таки основополагающим зерном этого исследования явилось то, что только долгосрочная СИПАП-терапия, то есть применение длительное оказывает благоприятное влияние на течение артериальной гипертензии. Но при анализе приверженности к СИПАП-терапии мы можем видеть, что она не идеальна. И в течение последних 20 лет анализ приверженности к СИПАП-терапии показывает, что, в общем-то, не удается в большинстве случаев достичь 100% результатов. И мы всегда сталкиваемся с тем, что кто-то дышит, кто-то не дышит. И вот поиски тех предикторов, признаков, которые бы помогли врачу сориентироваться в предвидении того, будет ли человек дышать СИПАПом, а, соответственно, будет ли у него лучший контроль от реальной гипертензии, является предметом поиска многих исследователей в настоящее время. И вот мы видим, что, согласно современным рекомендациям, считается 4-5 часов за ночь 70% ночей в течение года применения СИПАП-терапии оптимальным для достижения хорошего контроля. Но в странах Европы, в общем-то, странах Азии, Ближнего Востока, вот мы привели анализ литературных данных, можем видеть, что приверженность к СИПАП-терапии остается в некоторых случаях достаточно низкой, что и, соответственно, определяет важность дальнейших исследований в данном направлении. Вот по нашим данным, вот последний столбик, приведенным, значит, по данным нашего исследования, приверженность СИПАП-терапии долгосрочной у данных пациентов составляет порядка 42%. И, в общем-то, за счет чего можно предвидеть долгосрочную приверженность, вот в дальнейшем мы коротко постараемся сейчас рассказать. Дизайн нашего исследования был достаточно прост. Мы взяли пациентов с артериальной гипертензией, провели респираторное мониторирование и подтвердили диагноз синдрома обструктивного апноэ сна у 260 пациентов, которым, в соответствии с рекомендациями, мы предложили использовать СИПАП-терапию. И на этапе, в общем-то, таком-то первичном мы увидели, что практически половина пациентов отказываются от применения данного метода и уже не являются приверженными изначально. А для других пациентов, 132 человек, мы провели пробный курс СИПАП-терапии в условиях стационара. Соответственно, подобрали оптимальные параметры лечения, порекомендовали в домашних условиях продолжить данный вид лечения и выписали. А через год оценили, кто же из наших пациентов является приверженцем СИПАП-терапии и продолжает лечение, а кто, в общем-то, после пробного курса остался, в общем-то, не приверженным к СИПАП-терапии. И вот мы сформировали две группы, 56 человек приверженцев к СИПАП-терапии и 76 пациентов, не приверженных к СИПАП-терапии, которым мы проводили статистический анализ, который позволил нам выделить две основные группы признаков приверженности к СИПАП-терапии. Одна из этих групп относится к этапу диагностики и проведению респираторного мониторирования, а вторая группа этих признаков относится к этапу пробного курса СИПАП-терапии, который включает в себя применение разработанных нами визуальных шкал, о которых мы скажем чуть позже. Так вот, первичное респираторное мониторирование, которое мы провели пациентам, показывает, что индекс опноя-гипопноя, на котором основывается постановка диагноза данным пациентам, у пациентов двух групп составлял более 30 событий в час и, соответственно, относился к тяжелой форме синдрома обструктивного опноя-сна, что, конечно же, в практическом смысле может путать врача и приводить в замешательство, так как вроде у пациента тяжелая форма, но пациент почему-то не дышит предложенной нами СИПАП-терапией. Но более детальный анализ респираторных событий, который позволяет осуществить респираторное мониторирование, позволил нам выделить ряд дополнительных признаков, которые показали статистически значимую разницу у пациентов двух групп. К этим признакам относятся средняя сатурация за время исследования, минимальная сатурация, средняя длительность опноя, максимальная длительность опноя и общая длительность опноя. Путем многоэтапного статистического анализа, включающего в том числе и рок-анализ, мы определили оптимальные пороговые значения для каждого из предложенных нами пяти признаков дополнительных и рассчитали отношения шансов использования долгосрочной СИПАП-терапии у пациентов с артериальной гипертензией при наличии каждого признака. И увидели, что в 3-5 раз, соответственно, вероятность использования СИПАП-терапии у этих пациентов выше. Но с практической точки зрения удобнее использовать сочетание данных признаков у каждого конкретного пациента. И вот при наличии 4-5 данных признаков, предложенных нами, мы видим, что достоверно статистически увеличивалась вероятность использования СИПАП-терапии пациентами с артериальной гипертензией. А при наличии 1, 2 и 3, в общем-то, вероятность была незначительная. Таким образом, респираторное мониторирование с предложенными нами дополнительными признаками может использоваться врачами в прогнозировании долгосрочного лечения пациентами СИПАП-терапии и более взвешенно подходить к данному методу. Но это еще не все. Пробный курс СИПАП-терапии, который проводится пациентом в нашем случае в стационаре, заключается в ознакомлении пациента с данным методом лечения, в подборе оптимальных цифр лечебного давления в аппарате, в подборе маски, адаптации к СИПАП-терапии, психологический настрой пациента, чтобы он не боялся данного метода. И, конечно же, объяснение пациенту важности долгосрочного использования данного метода. Во время пробного курса мы предложили использовать две разработанные нами визуальные шкалы для оценки качества сна, первая шкала, представленная на экране, и следующая будет шкала для оценки субъективного ощущения в течение дня пациентам. Сама по себе суть этой шкалы очень проста. Пациент отмечает, на его взгляд, качество сна по 10-бальной шкале до применения СИПАП-терапии, и затем, после окончания пробного курса, когда мы уже подобрали все цифры оптимальные давления, когда человек спит в аппарате всю ночь, он отмечает, как же изменилось или не изменилось качество его сна. Вот на данном слайде вы видите вариант отметок, который наиболее характерен для пациентов, впоследствии остающихся приверженными к СИПАП-терапии. То есть мы видим, что при анализе, вот правый рисуночек, пациенты, приверженные к СИПАП-терапии из первой группы, чаще отвечали, что их качество сна значительно улучшилось на фоне СИПАП-терапии. По сравнению с пациентами второй группы, которые эту разницу видели либо незначительной, либо совсем не видели. Соответственно, вторая шкала, которую мы назвали визуальная шкала оценки общего самочувствия пациентам в течение дня. Пациент тоже отмечает субъективное ощущение его в течение дня по СИПАП-терапии и после пробного курса. И мы видим, что здесь также в первой группе пациентов, приверженцев, СИПАП-терапия, как правило, вносит существенные изменения в дневное качество ощущения пациента. То есть люди, естественно, они становятся более активными, меньше сонливость уходит, больше работоспособность. И вот все это выражается в том, что люди чувствуют прилив сил, прилив энергии. А вот те пациенты, которые не чувствуют этого, как правило, не являются приверженными СИПАП-терапии, по нашим данным. И вот следующий слайд показывает разницу именно шкал до и после СИПАП-терапии. И вот она статистически достоверно различалась в пациентов двух групп. И эти данные показывают нам, что при наличии разницы до и после СИПАП-терапии более или равно 4 баллов, пациенты, как правило, являются приверженными к СИПАП-терапии. То есть они чувствуют пользу от данного метода, и, соответственно, это и позволяет им, ну, скажем так, пользовать данный метод. И они не испытывают сложностей психологического либо другого характера и в большей степени являются приверженцами данного метода. Общее заключение из нашей работы можно представить следующим образом, что в настоящий момент синдром абструктивного апноэстона и адреса гипертензия являются показанием для СИПАП-терапии в любой степени. Но приверженными в долгосрочной СИПАП-терапии остаются пациенты в основном из группы с тяжелой степенью апноэстона, причем имеющие либо 4 и более дополнительных признаков по данным респираторного мониторирования, либо с разницей баллов по любой визуальной шкале 4 и более баллов. Мы предлагаем обозначить ее так называемой группой 3Б и применять эти полученные данные в своей практике и, соответственно, прогнозировать результат лечения у пациентов с отчетной патологией синдрома абструктивного апноэстона и адреса гипертензии. Благодарю за внимание. Продолжение следует...